Привет, это Бобруиск 360 и я, Ангелина Дикон. Мы говорим с неординарными личностями на интересные темы. Никаких секретов, все только по-честному. С чего началась твоя американская мечта? Я думаю, что она началась еще из детства, потому что мне всегда хотелось путешествовать, но у родителей не было финансовой возможности обеспечить все мои путешествия, поэтому еще учащаясь в школе, я стала думать, что же мне нужно сделать, чтобы я смогла увидеть как можно больше стран и познакомиться с разной культурой. И я решила поступить в лингвистический университет. Выучить язык на том уровне, который позволит мне работать за границей и не только путешествовать, потому что работая, можно увидеть разные страны, поближе познакомиться с культурой. Почему все-таки Америка? Есть масса европейских стран. Почему именно этот континент выбрала для себя как место для работы, а может быть, в последующем для жизни? Я думаю, что Голливуд сыграл свою роль. То есть, когда мы смотрим фильмы и видим красивых актеров, шикарную жизнь, то хочется поехать и увидеть своими глазами, прикоснуться к этой жизни и понять людей, понять культуру. И когда мы смотрим фильмы, всегда кажется, они лучше одеты, они лучше живут, они лучше. Поэтому я решила поехать в Америку и посмотреть своими глазами, пережить этот опыт и понять, почему лучше. Сразу как турист или уже на работу устраивается? Когда я была студенткой, одна из компаний в Минске запустила программу работы и путешествия в США. Это был своего рода летний лагерь, в котором мы могли поехать как студенты, поработать, ну и попутешествовать по Америке. Два раза мне не дали визу в американском посольстве, они отказывали. И причина отказа, возможно, было подозрение, что мы можем остаться, потому что мы были молодыми, у нас не было жилья, у нас не было ничего, что могло бы нас держать в своей стране. Только горячие глаза, да? Да, да, и скорее всего была яркая табличка на лбу, которая мелькала и говорила, мы туда уедем и останемся. Что, возможно, было и правдой на тот момент. Но два раза мне не дали визу, и компания сказала, что если еще раз, третий раз подряд мне откажут, то в течение пяти лет я не смогу подавать документы. И поэтому я решила просто наработать визовую историю, чтобы они увидели, что я возвращаюсь с других стран, и все нормально, я не нарушаю визовый режим. И тогда я стала путешествовать по разным странам, странам Европы, Азии, Европы. Сколько стран посетила? Сложный вопрос, но больше тридцати. Больше тридцати стран. За какой период? За двенадцать лет. Это работа, это отдых? Это работа. Я работал во всех этих странах, потому что отдых, он достаточно затратный по финансовой части, поэтому отличная возможность попутешествовать и посмотреть страны, если ты работаешь. Ну и, естественно, получить опыт. Ну не было такого, что ты вот увидела какое-то другое государство и влюбилась все-таки в культуру, и как-то про Америку подзабыла немножко, оставила это в долгий ящик. На сегодняшний день, поработав в разных странах, я не могу сказать, что Америка – это моя любимая страна. То есть это страна, в которой я работаю, в которой я зарабатываю деньги. Больше тридцати стран. Двенадцать лет. Когда я первый раз вступила на американскую землю, мне показалось, что да, мечта сбылась, я уже здесь. То есть неважно, что я еще не начала работать, я вышла из самолета, приехала в Майами и поняла, что вот оно. Вот оно то, к чему я шла многие годы. Но сказка немножко разрушилась, когда я начала работать. То есть все то красивое, что мы видим в фильмах, оно очень далеко от реальной жизни в Америке. То есть реальная жизнь в Америке – это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, практически без выходных и без свободного времени, потому что люди в Америке нацелены на зарабатывание денег. Ну наверняка, чтобы жить на Манхэттене, да, нужно хорошо зарабатывать и хорошо трудиться. Что это за работа? Я работаю на круизном лайнере, точнее на разных лайнерах, потому что в нашем флоте 120 кораблей. То есть каждый контракт, а иногда и несколько раз за контракт, нас переводят с одного корабля на другой. Я работаю в отделе экскурсии. То есть я обеспечиваю отдых и путешествия для наших туристов, когда они сходят на берег в странах, в которые мы их привозим. Работа 24 часа в сутки. В действительности как это происходит? В действительности по международному морскому праву мы не можем работать более 72 часов в неделю. Ну с учетом того, что у нас нет выходных, то 72 часа в неделю, это можно считать 10 часов в день. Но иногда мы переходим через 72 часа. Неофициально, потому что официально, когда мы заходим на работу, мы должны отбивать свое рабочее время. То есть мы регистрируемся в системе. Когда мы уходим, мы снова регистрируемся в системе, что мы ушли. Но в каких-то критических ситуациях, штормовых предупреждениях или в любой другой ситуации, когда мы не можем по погодным условиям зайти в порт, то есть мы выключаем свое рабочее время и работаем дальше. То есть в экстренных ситуациях, да? В экстренных ситуациях, либо в ситуациях, которые они называют бизнес нынс, так называемые деловые нужды. То есть когда что-то нужно для бизнеса, потому что ежедневно компания зарабатывает, но и теряет миллионы долларов. В основном из-за погодных условий. Скажи, кто чаще всего работает на круизных лайнерах? Представители наши соотечественники, возможно, или представители других национальностей? У нас работает более 70 национальностей. То есть корабль – это, опять же, маленький городок, маленькая деревушка, но которая собирает в себе людей из разных стран. И работают люди разных профессий, разных культур. И я даже встречала людей, у которых был довольно крупный бизнес в жизни. И, к сожалению, по каким-то причинам они его потеряли. И это была возможность убежать от проблем, убежать от себя. Возможно, закрыть какие-то долги, которые оставались дома. И они приезжали работать на лайнерах. Некоторых это спасало от самоубийств. Такое тоже нам рассказывали ребята. Очень много родителей, которые обеспечивают своих детей. Которые хотят дать им хорошее будущее и образование. Много молодежи, которые хотят купить жилье, которые хотят начать свой бизнес, либо кому-то не хватает на машину. Много студентов, которые хотят исправить язык и получить определенный опыт, чтобы можно было вернуться домой и найти достойную работу дома. Ну, это плюсы. Это плюсы, это убежать от проблем, заработать, выучить язык, пообщаться из минусов. Что вот можно, что вот реально, чего мы никогда не узнаем, чего мы никогда не увидим своими глазами. Работа на круизном лайнере. Что это? Первый месяц, когда ты только начинаешь работать, тебя убивает жуткая морская болезнь. Но тебе не дают свободное время, тебе не дают выходной по этому поводу. То есть ты как-то с этим должен жить. А тебя тошнит, у тебя кружится голова, тебе плохо, тебе хочется спать постоянно, слабость. А тебе нужно выйти и улыбаться практически 10 часов в день. И хорошо выглядеть. Хорошо выглядеть. И нужно создать такую атмосферу для гостей, чтобы они даже не подумали о том, что в этот момент у тебя что-то происходит, и тебе плохо, и ты не можешь. То есть уровень сервиса в Америке очень высок. И люди ни на момент не должны догадаться о том, что с тобой что-то не так. Потому что ты им должен нести радость и наслаждение от их отдыха. Но условия проживания – это маленькие каюты или все-таки полноценные комнаты? Каюты очень маленькие, каюты чуть-чуть больше, чем тамбур поезда. И сколько человек? Два человека. Два человека – это двухъярусные кровати. В моем случае нам повезло, потому что моя позиция предусматривает наличие туалета и душа в каюте. Ну, то есть представь, в тамбуре поезда у тебя двухъярусная кровать, телевизор, тумбочка, шкаф и туалет и душа. Это, да, это выглядит как тюрьма. И, наверное, самое тяжелое – это отсутствие окна и иллюминатора. То есть нет дневного света. То есть это нижняя часть, получается? Да, мы живем на первой палубе. И палуба А, и палуба Б – это палубы, которые находятся ниже ватерлинии. Поэтому там нет света. И поэтому, когда ты утром просыпаешься, у тебя звонит будильник, ты находишься в полной темноте, и ты даже не понимаешь. Утро, вечер, какой день, какой день недели. В принципе, сотрудники и не знают, какой день недели и какое число. Им это не нужно знать, да? Нам это не нужно, потому что у нас есть первый день круиза – загрузка, отгрузка, второй день круиза – порт, первый порт, второй, и потом мы возвращаемся обратно в домашний порт. Но можно хорошо заработать, мне кажется, за счет того, что ты экономишь, да? То есть у тебя есть униформа, как я понимаю, да? Питание за счет организации. Да. Тратить некуда? Или все-таки есть заведение, куда можно пойти, прикупить одежду там себе какие-то? Можно пойти в магазин, у нас есть бутики дути-фри, можно пойти в специализированный ресторан, потому что питание, оно очень однообразное, оно не меняется, особенно когда работаешь несколько лет, а я работаю уже больше пяти лет, то есть я знаю меню просто по дням и по датам и по дням, то есть это одно и то же, оно не меняется. Из круиза в круиз каждые пять дней у тебя одно и то же, поэтому иногда хочется просто съесть что-нибудь отличное от того, что ты видишь каждый день. Круиз в среднем длится сколько, полгода? Круизы короткие, круизы от пяти до пятнадцати дней. Это для отдыхающих? Но есть очень короткие для отдыхающих, да, это трехдневные круизы, а для сотрудников это от шести до девяти месяцев. То есть для тебя это девять месяцев море? Да, для меня это круиз девять месяцев. Ты не сходишь на сушу? Я схожу на сушу, потому что я работаю с экскурсиями. То есть тебе подвезли? И я обязан обеспечить логистику, и поэтому я выхожу из корабля, поэтому я люблю свою работу, потому что я вижу дневной свет, я вижу солнце, по крайней мере четыре дня в неделю. Некоторые не имеют этой роскоши. Все-таки люди остаются там работать? И что держат чаще всего? Или уходят после первого же контракта? Некоторые уходят и после первой недели. То есть есть ребята, которые приезжают, и они абсолютно не понимают, куда они приехали, им не объясняют в агентствах, на что можно рассчитывать. И они приезжают, и парни даже плачут иногда у нас, потому что они не могут выдержать этот график. И постоянное напряжение. Потому что на корабле ты как в передаче за стеклом. Постоянно тебя все видят, ты не можешь делать никаких ошибок. То есть тебя постоянно все видят, слышат, и это такой маленький театр, в котором ты должен быть очень хорошим актером. И если ты плохой актер, то жизнь твоя станет очень сложной. И продвижение по службе ты тоже не получишь. Поэтому люди, они не всегда привыкшие в жизни иметь этот стресс, который длится 24 часа, 7 дней в неделю и 6 месяцев подряд. Поэтому они уезжают и больше не приезжают. Но есть те ребята, которые выдерживают, переходят вот этот вот переломный момент и возвращаются. Все абсолютно в конце первого контракта говорят, что мы никогда сюда не вернемся, это первый и последний контракт, все, деньги заработали, до свидания. Но когда они приезжают домой и понимают, что да, мы дома, зарплата в 10 раз меньше, и нужно ходить на работу, нужно самому себе готовить, нужно самому себе стирать, убирать, ходить в магазин, думать каждый день, что покушать, где на это заработать. То есть они понимают, что так не все так плохо. То есть можно поехать туда, где ты живешь, в принципе, на всем готовом. Какой у тебя уже контракт по счету за 5 лет? Девятый. 9 контрактов. Самый сложный для тебя период тоже? Первый контракт? Самый сложный был период в начале, и второй сложный период был, когда я меняла отдел. То есть 3 года я работала на ресепшене, и после 3 лет я решила, что если я хочу остаться нормальным человеком, нужно уходить с ресепшеном. Потому что когда ты так тесно и близко работаешь с людьми, ты перестаешь любить людей. В момент, когда я поняла, что я перестаю любить людей, я решила уйти. И я перешла в отдел экскурсий. Потому что все-таки в отделе экскурсий мы работаем больше с положительными эмоциями, чем с жалобами. Что это за люди? Кто они? Это американцы или представители самых разных национальностей, те, кто отдыхает? Я могу сказать, что 80% все-таки американцы. А остальные, у нас очень много гостей из Израиля, из Мексики, Бразилии, в общем-то, в принципе, всех стран мира. И даже я встречала людей из Белоруссии и людей из России. И вот, всегда приятно увидеться отечественников за границей. Но им очень нравится, потому что такого плана отдых, он довольно отличный от других. Затронули тему ресепшена, сказала, что начинала относиться к людям уже иначе, да? Почему? Разности менталитетов, то есть чувствуется, они другие? Они очень другие. И в Америке, когда человек заходит на корабль, то есть до того, как он просто пройдет по кораблю и посмотрит, куда он приехал, он подходит к любому сотруднику и спрашивает, где находится еда, где можно выпить и где можно пожаловаться. То есть Америка – это страна выбивания компенсаций абсолютно за все. То есть иногда кажется, что это цель их жизни. То есть даже если жаловаться не на что, они все равно найдут на что пожаловаться, потому что они знают, что в Америке клиент всегда прав и он может получить компенсацию. Таким образом, иногда они платят за круиз 300 долларов, а уезжают с корабля, имея 600 долларов в кармане. То есть есть профессиональные жалобщики, для которых это бизнес. И когда ты долго работаешь на ресепшене, то сразу видно – новичка или профессионала. Самые абсурдные, на твой взгляд, претензии, которые высказывали отдыхающие на лайнере? Так как я работаю в отделе экскурсии, у нас абсурда хватает, и люди купили экскурсию, чтобы поплавать с маской в Карибском море около одного из островов. И когда они пришли обратно, они сказали, что они увидели недостаточно рыбы. То есть для меня, например, это было абсурдным, потому что вы плаваете в открытом океане, и мы не можем позвать рыбу, она не может прийти по нашему зову, правильно? Она может быть, а может и не быть. То есть в контракте экскурсии это не является гарантией. Потом одна из тоже абсурдных жалоб о том, что ветер дул не в том направлении, в котором они хотели. То есть когда они выходили на открытую палубу, у них развивались волосы в другом направлении, то есть это испортило их прическу. Разные, абсолютно разные. То есть то, на что у людей хватает фантазии, на то они и жалуются. Но это выигрывают все-таки в спорных случаях чаще всего или нет? И я бы сказала, что 80% – да. Мы компенсируем, к сожалению, что я считаю абсолютно неправильным, потому что компания сама взращивает монстров. То есть все-таки жалобы должны быть обоснованными, особенно когда это касается денежной компенсации. Но иногда бывают такие моменты, когда ты понимаешь, что, возможно, лучше и скомпенсировать эту копейку, чем просто видеть этих людей каждый день на ресепшене, которые будут на тебя кричать до момента, пока ты им просто все равно это не дашь. То есть иногда некоторые ситуации нужно заканчивать сразу. А иногда это единственное, что им нужно. Есть люди, которые просто хотят поскандалить, которые просто хотят пожаловаться, которым было скучно дома. И вот они приезжают, и вот они свободные уши. А иногда людям просто нужны деньги. Поэтому они приходят, и когда ты у них спрашиваешь, а что, на ваш взгляд, является правильным решением этой ситуации, они говорят деньги. Ну и на тебе эти деньги. Бери деньги и иди, и не дури голову, потому что работы на самом деле много. Чтобы не отвлекали, да? Да, чтобы не отвлекали, чтобы не писали негативные комментарии в интернете, чтобы не жаловались и не распространяли вот эту негативную информацию и атмосферу другим гостям. Потому что американцы, они люди, которые очень любят стоять в очереди и которые очень любят повторять за другими. То есть если, например, американец идет, и он видит, что люди стоят в очереди, он тоже встанет в эту очередь. И очень часто мы смеялись на ресепшене, потому что они подходят и говорят, а вы не знаете, чего мы здесь стояли? Не знаю, может, у вас есть какая-то проблема, может, вы что-то хотите сказать? Ну нет, ну вот здесь все просто стояли, и мы подумали, что нам тоже здесь нужно постоять. Может, что-то важное происходит или, может, нам что-то дадут. Нет, ничего не дадут. Ну ладно, тогда мы пошли. То есть очень часто они просто стоят в очереди или присоединяются к какой-то массовке, потому что это массовка, и они чувствуют, что они тоже должны там быть, но они даже не выясняют, по какой причине. А как они относятся к обслуживающему персоналу и в целом к персоналу, который трудится на лайнере? Как к обслуживающему персоналу? То есть, в принципе, без эмоций. И есть люди, которые часто с нами путешествуют, и они очень любят персонал, и они даже приезжают на корабли из-за персонала. Потому что они кого-то полюбили, они с кем-то переписываются, им очень приятно, и им нравится сервис. И они реально выбирают туры на этот именно корабль, потому что вот этот человек будет там. Иногда им просто вообще, в принципе, все равно. То есть, они хотят, чтобы их лишний раз не тревожили. Либо наоборот, есть категория, которая хочет, чтобы их постоянно тревожили, и выслушивали, и проводили с ними время, что, в принципе, входит в наш контракт. То есть, мы имеем право проводить время с гостями, мы можем сходить с ними в ресторан. Если гости приятные, нормальные, адекватные люди, и с ними интересно, то это как бы тоже повышает уровень сервиса. То есть, мы можем с ними сходить в ночной клуб, но, естественно, с бейджетом в форме, и все должно быть в рамках приличия. То есть, это не свидание? Нет, свидания не разрешены. По нашему контракту мы не имеем права заводить никакие личные отношения с гостями. Даже дружеские какие-то контакты, обмен контактами? Дружеские можно, да, но не замуж, не какие-то другие связи, то есть, нельзя. Только по истечению контракта, если ты уже не работаешь здесь, да? Если ты не работаешь в компании, то тогда, пожалуйста. Но если ты решил, например, с кем-то выйти куда-то для какого-то там интимного общения на берег, то не получится за тобой все время следять даже на берегу. И если компания об этом узнает, то тебя сразу же уволят, и обратно ты не сможешь вернуться. А компания об этом может узнать, потому что это является одним из самых, как бы, часто встречаемых видов компенсации. То есть, даже если они играют в какие-то чувства и отношения, а потом они выходят с корабля, идут в полицию, пишут заявление, что мы там подверглись насилию со стороны вашего сотрудника. Нам там нужен миллион долларов, чтобы компенсировать. Это поэтому даже из этих соображений, в принципе, да, вполне понятно, почему компания запрещает. Да, и честно, и не очень хочется. С чем не смогла смириться вот за пять лет работы, вот в честь менталитета, характера? С чем не могу смириться? С отсутствием личного пространства. Потому что, как я уже говорила, это передача за стеклом, то есть у тебя нет личного пространства. Ты живешь на работе и работаешь дома. То есть, если здесь, например, в Белоруссии мы заканчиваем свой рабочий день в пятницу, мы идем домой, мы даже можем выключить телефон. Если мы не хотим ни с кем разговаривать, то там не получится. Ты спускаешься с седьмого этажа на третий, и у тебя есть телефон. И в любой момент тебе могут позвонить и вызвать обратно на работу. То есть, неважно, в какое время суток. Если есть какая-то ситуация, которая требует очень быстрого решения, а в Америке все вопросы решаются очень быстро, то есть у тебя есть проблема, у тебя есть частное решение. То есть, мы не можем посылать письма через две недели, говорить, что вы придите позже и позже, и позже, и так вот до конца круиза. Нет, эта проблема должна быть решена в течение часа, максимум сутки. И, естественно, нужно отправить письма, нужно провести своего рода расследование, чтобы понять, объективны ли причины. Поэтому там просто ты не можешь убежать со своего рабочего места, никуда. С этим сложно смириться. Сложно смириться, наверное, с тем, что, ну, скажем так, родители, они никогда не заплатят за своих детей. Или дети никогда не заплатят за родителей. Или муж и жена, они начинают считать, кто сколько выпил или съел, когда они получают счет в конце круиза. И для меня это дико. То есть, если люди живут... То есть, каждый со своего кармана? Каждый со своего кармана, но если у них получился общий счет, то они его обязательно разделят. То есть, и жена подходит и говорит, так, ты мне должен, там, предположим, 3 доллара 99 центов и не центом меньше. Вот. Или если у них на счету остаются какие-то деньги, там, пару долларов, то есть, они их могут забрать, а могут отдать их в онкологический центр для детей, который спонсирует, в принципе, наша компания. Это центр исследования онкологических болезней для детей. То есть, они могут эти 2 доллара оставить... Благотворительность. Да, но они приходят и забирают эти 2 доллара, потому что они говорят, что им 2 доллара нужнее. Ну да. Но вот это то, что я никогда не понимала, потому что, как человек, занимающийся благотворительностью, я считаю, что 2 доллара или 1 цент – это не те деньги, которые стоит забирать. Если кому-то эти 2 доллара могут помочь, то я думаю, что их нужно оставить. Ну, из плюсов, за что все-таки любишь, за что хочется возвращаться? Люблю возможность путешествовать, разговаривать и общаться, и жить, и дружить с людьми из разных стран, потому что это все-таки очень интересный опыт. И даже если я не могу посетить 70 стран, то я могу узнать все и пожить с людьми из этих 70 стран. Выучить какой-то базовый, другой иностранный язык, например. Попробовать блюда их кухни, потому что наши ребята из Индии, Индонезии, они очень часто привозят с собой разные приправы или какую-то сухую интересную еду, которую мы можем попробовать даже на корабле. То есть узнать о каких-то традициях, о свадебных обрядах, даже иногда похоронный обряд довольно интересный в некоторых странах. То есть это возможность жить во всех странах в одном месте. Одновременно, да? Одновременно. Ну и так, по-честному, вышла бы замуж за американца? Нет. Почему? Мы очень разные. То есть, наверное, сейчас, когда я знаю все абсолютно особенности американцев, я понимаю, что я не смогла бы принять их культуру. То есть, возможно, если бы я приехала в Америку, когда я была моложе, и много лет назад, то, наверное, это было бы первое, что я бы сделала. На сегодняшний день нет. Ну а если жить там, то перевозить вторую половинку за океан? Или все-таки другую страну для жизни выбрала бы для себя через какой-то период времени? Я думаю, что я хотела бы жить в Европе. Поближе к Белоруссии, чтобы была возможность приехать и навестить родственников, чтобы они могли приехать ко мне. Бывают разные ситуации в жизни, и иногда тебе нужно прилететь быстро, а из Америки быстро прилететь иногда не получается. Иногда ты путешествуешь 20 часов. То есть, просто хочется быть ближе к дому, но и все-таки Европа мне нравится больше. Спасибо за это интервью, это было действительно по-честному. Пожалуйста.